Долгожданный фестиваль весенний лицидей 2018 И сегодня у нас в гостях председатель экспертного жюри Григорьев Юрий Герасимович Тот самый дядя Юра из «Спокойной ночи, малыши» Телеведущий, актер театра и кино Здравствуйте, Юрий Герасимович Здравствуйте, Елена, здравствуйте Очень рада вас видеть и даже не верится, что вы тут Находитесь здесь, в Ульяновске Расскажите свои первые впечатления от первого дня фестиваля Они очень хороши, замечательно Чайка, просто великолепно Я просто посчитал, что будет неправильным Если я ничего не скажу ребятам, коллегам моим Я попросил после спектакля, чтобы их ненадолго собрали И сказал свое впечатление Оно великолепно Потому что ребята замечательно работают Просто удивительно Я порадовался, что на таком высочайшем уровне Находится труппа этого театра Надеюсь, что и будущие встречи с коллективами в Ульяновске Меня также будут радовать, потому что Это действительно великолепная форма Владение и формой А она очень непростая для исполнения Как человек в этом проживший всю жизнь Я это хорошо понимаю И они прекрасно этим владеют Не теряя при этом ни сути происходящего Ни своих образов Свои образы они подчас очень тонко Чуть-чуть какими-то штришками обозначают Но они оказываются полноценными, глубокими, интересными При том, что очень часто режиссер, наоборот, дает очень яркую внешнюю форму И с этим они справляются великолепно Поэтому я их поздравляю еще раз Они молодцы Ну, все-таки необычная постановка Безусловно Не в той классической форме Особенно дорогого стоит Что в такой необычной форме И автор И все есть полноценно В классике В классическом прочтении этого То есть не взята пьеса ради того Чтобы рассказать о совершенно какой-то другой Немыслимой истории Которая никак не связана с автором И его пьесой К сожалению, это очень часто бывает Я много езжу и вижу такие прочтения И каждый раз я думаю Ну зачем взял этого автора-то? Ну люди-то идут на Чехова Вот в данном случае И если бы это было, как вот бывает там То было бы обидно А здесь нет Здесь это просто огромная душевная такая радость была Просто от того, что я увидел Причем там и молодежь И все, все без исключения Они не было моментов Очень часто бывает Что когда появляется такая острая форма То в какие-то моменты идет увлечение Такое самой формой И останавливается действие Здесь этого ничего нет Режиссер великолепно простроил все И актеры великолепно это воплощают Вы уже сказали, что много ездите И на театральных подмостках часто разных бывает Самые разные, конечно Как вы можете оценить театральную ситуацию в театре? Театр жив? Безусловно, да И вы знаете, я радуюсь Потому что в последние годы Особенно как-то это связано с общим подъемом духа в России Вот у народа И как бы театр откликается на это Или наоборот Чуть впереди идет и ведет в этом направлении И это очень хорошо Это радует Потому что театр в 90-е И театр сейчас Это два разных театра В советский период это вообще Наверное, совсем другое Ну, наверное, да Там свои были правила Там несколько иное было Вы в Ульянске не в первый раз Далеко не в первый раз Как вы вчера на встрече с журналистами сказали Помните свой первый приезд? Какой он был? Где вы выступали? С кем вы сюда приехали? Ну, тогда я приехал с детской программой С Хрюшей, со Степашкой Меня попросили мои друзья, коллеги Чтобы я там был как бы ведущим в этой программе Такое театрализованное представление Оно, как теперь говорят, такое очень интерактивное Потому что мы общаемся много Общались в этих программах со зрителем И ребята были неотъемлемой частью действия Мы вовлекали их И они делали то, что нам нужно было Так уж простроено было В этом смысле совершенно профессионально И они участвовали Они счастливы были от того, что и благодаря их усилиям Там Баба Яга была побеждена Или лесовик там у нас такой был трогательный Вот, в общем А это какой год был? Да вы знаете, трудно вспомнить Но я думаю, что это где-то конец 80-х, 89-й еще год В момент начала всех этих наших перестроек Встреча была очень хорошая с Ульяновским Потому что в советское время Осимбирский и Ульяновский много слышали и знали Это сейчас, может быть, если не в самом Ульяновске А где-то спросить, что такое Сибирск Никто и не скажет, что Ну и поэтому было интересно И замечательный старый город Я очень люблю наши старые города Со своими традициями Которые уходят своими корнями далеко Еще там в революционное время И это здорово И очень хороший зритель На протяжении всех этих лет Потому что в разных регионах он сильно менялся За эти годы А в Ульяновске он всегда был хорошим Интересным, умным Отзывчивым Это всегда было радостной встречей А вы приехали с передачи «Спокойной ночи, малыши» А как вы попали на эту передачу? Когда это было? Это было в 80-м году В далеком Режиссер «Спокойной ночи, малыши» Ситкова Наталья Санна Она оказалась в нашем театре Они искали новых ведущих И вот почему-то Как она потом сказала У этого молодого человека Достаточно добрые глаза У меня такой свой критерий был Такой подхода Ну, надо вот Видите, столько лет Я 20 лет Я проработал «Спокойной ночи, малыши» И, наверное, она не ошиблась Раз столько лет Меня смотрели Выбирали актеров Она выбирала актеров Да Потому что В то время Все-таки Было более правильное Решение Вопроса подбора Потому что Для того, чтобы Работать для малышей Нужно быть профессионалом Нужно уметь это Потому что Даже Профессиональные артисты Как бы Взрослые Те, кто играют В взрослых театрах Они не всегда Умеют И знают И тому я много примеров видел Когда Пытался передать Там свои какие-то выступления Своим коллегам в театре Которые как бы тоже В детском театре Ну, я работал В начале долгие годы Детский театр Он назывался Теперь «Молодежный» Кстати говоря, я поздравляю вас У вас теперь появился Свой молодежный театр И я с нетерпением Жду встречи с ними Очень интересно И вот в детском театре Казалось бы, актеры Уж все умеют Знают, как с детьми Работать, общаться Но тем не менее Не у всех это получается Вот чего-то не хватает В природе актерской Или в человеческом начале Не знаю Но Наверное, в первую очередь Вот я как-то Не пытался никогда Сформулировать это Но, знаете, наверное Все-таки какой-то Такой душевной отзывчивости Это Наверное, в первую очередь Необходимо Когда Общаешься с Детьми Ну Вы приезжали, наверное Не один Я имею в виду Из ведущих Вы один были Когда вот ездили Как ведущий, да А вот с Валентиной Михайловной Леонтьевой Вы хорошо Знакомы, наверное Ну, знакомы, да Как раз вот Ну, больше Так же, как все С счастливым зрителем Ну, то есть мы, конечно, сталкивались И для меня было совершенно бесценным Когда в одном из своих интервью Уже в это время В двухтысячных Она Ей задали вопрос А вот Как вы Спокойной ночью малышей Смотрите, не смотрите Она сказала Смотрю, конечно Ну, и вот Кто из ведущих вам нравится И Моей величайшей радости Она выделила именно меня И я был счастлив А какая она была? Валентина Михайловна Да Она была Удивительная Вот Просто, вы знаете, когда Есть в жизни такие вот острова Люди, острова Когда ты Касаешься Этого человека Когда ты Соприкасаешься в работе Или в жизни Или, не важно Это Это такая радость От общения Потому что От человека идет Такое добро Такое тепло Такое внимание Она всегда была Безумно внимательна К тому С кем она В этот момент Общалась Это Ну, просто Так не научишь Это вот Культура человека Воспитание человека И натура Натура Когда человек Вот он Ему это интересно Он Всего И своей Культуры И воспитания Очень внимателен Но еще и По-человечески Просто вот От себя От сердца Интересует То, что Говорит человек О чем Рассказывает Чем делится Это 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 действительно Было А уж Профессионал Ну, это просто Только мечтать Это Что называется Идти и идти К этому Потому что Она, конечно Была Ведущей Диктором От Бога Вот просто Ей это было дано Это великолепное Владение Аудиторией Владение Подачей Информации Для Телеведущего Для диктора Это просто Основа Существования На экране Как она Умела Это делать Она Ничего Особенно Как бы Не педалировала Не выделяла Но при этом Все главное Было главным А второстепенное Оно Проходило Именно Так Боком Прошло И дальше А главному Здорово Это Это такая школа Такая, знаете Смотреть и смотреть Мне кажется Что Там В школах Телевидения Их много В Москве Там Каких-то Занимающихся С Людьми Которые Думают об этом Им просто нужно Как азбуку Смотреть Это Изучать А вот Как вы Стали Актером Вы Семьи Военнослужащего Вот Как я посмотрела По биографии Как это Случилось Ну Не было бы Счастья Да несчастье Помогло Я думаю Что если бы Отец был жив Он К сожалению Очень рано Ушел Мне было 11 лет Я думаю Что я был бы Так же Как он Летчиком В крайнем Случае Хирургом А Ну Никак Актерская Пофея Какая У нас В моем роду Ни по той Ни по другой Линии Ничего подобного Не было Вот Хотя у мамы У моей мамы Было такое Детское Такое Какое-то там Увлечение Ей казалось Что она может Стать актрисой Но никогда В эту сторону Она не занималась Не шла Была Женой Военнослужащего Отец занимал Очень высокие посты Мы Много ездили И Все время Переезды Переезды Поэтому Она просто Была С детьми И Воспитывала Нас Не смогла В этом смысле Се реализовать Вот А я В восьмом классе Почему Не знаю Объяснить Это сложно У нас Было В то время Такие были Программы Алло Мы ищем Таланты Вот Вот мы Ищем Таланты В Тридцатой Средней Школе Города Риги Где 10 лет Я 10 лет школьный Как раз Жил там Мы в 61 году Переехали туда И у меня начались Тут же Школьные годы До 72 года Я Все 10 лет Там учился Замечательное Время Чудесное Рига Народ Среди которого Я жил тогда Это было Замечательно Очень воспитанные Тогда Интеллигентные Люди Тогда Сейчас не могу Сказать ничего Потому что То что сейчас Происходит Оно Настолько Противоестественно На мой взгляд Что Сказать сейчас Этого О них Я просто не могу Потому что И неинтеллигентный И не воспитанный Человек не сделают Того что Происходит сейчас Ну Дай бог Хорошей жизни Продолжим О вашей жизни Вот Вот 10 лет я Проучился И вот В 8 классе О ломающем таланты Я взял Лиши Целинбук Были такие Замечательные У нас Сатирики Читавшие И Мы С другом По моей инициативе Разучили Две юморески На двоих Как они там На гибкой Пластиночке Горизонт Тогда еще выходил Так Значит Вот Все это Выучили Прочитали И оказались Талантами И нас На радость Нам Послали Подшефную Воинскую часть Это первое выступление Было в моей жизни Солдаты были счастливы Хохот стоял Неимоверный Они этого Не слышали В исполнении Оригиналов Вот Вот с этого Началось Увлечение А потом Цицилия Львовна Мансурова В Москве Мой Мой приезд К ней Там через Знакомого Мы оказались Вдруг у нее В доме Она послушала Она сказала Свое напутственное Слово Цицилия Львовна Мансурова Представляете Первая Турандот Это Замечательная Актриса Удивительный Человек Эмоциональный Добрейший Как она Мы оказались В доме И если Время позволяет Два слова О том Как это происходило Она просто Комната такая То есть квартира Была такая Многокомнатная Значит Вот меня В одной из комнат Поставили Ну читайте Молодой человек Сказал Цицилия Львовна У нее такой был Вархатистый Такой глубокий голос Читайте Ну она Сидеть и слушать Не могла Она Ее энергия Не позволяла Замирать В пространстве Понимаете Это просто Невозможно Чтоб Цицилия Львовна Была В замирании Нет Она потому что Была сгустком энергии Поэтому Недаром Это была Немыслимая Совершенно Турандот Вот И значит Она потом Перемещалась По комнатам Так мелькала Только там Где-то в проходе Да-да Вот здесь поглубже Вот это немножко Повнимательней Так еще разочек Вот Вот Ну вот Она дала Добрые слова Такие напутственные Мне И С этого Началась Моя эпопея Чукинское училище Удивительный Совершенно Катин Ярцев Профессор Да неважно даже Он просто Ну человек был Знаете Вот когда везет В жизни На встречи Я рассказываю И так получается Что у меня каждый такой Ну Но это действительно так Это Ну я так это Воспринимал Потому что Это так и было И он Своей добротой Эти глаза Немыслимые Куда ты так Просто Тонешь туда Улетаешь Вот Юрочка Юрочка Ну как-то Надо К показу Надо 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 Вот Современник Я думаю Современник А я Так уж сложилось Сам себе Устроил показ В Центральном детском театре И не ошибся Это было два театра МХАТ И Современник Два театра Где Просматривали Студентов Не Гагалочки Вот А у нас сегодня Просмотр Да Ирочка Знаешь что Играйте 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 Значит Ну я что Тебе хочу сказать Знаешь Вот в той Этой сцене Сыграли Следующее И это было Просмотром Это в театре Станиславского Так было Да и Ну там Не хочу даже Всех перечислять Это А это было Представляете Мы Господи Судьба решается Сейчас В театре Москловском Показ Приходишь И наталкиваешься На вот это Отношение Бог им судья А вот В Амхате Сам Олег Николаевич Рядом Невинный Еще Несколько Актеров И Олег Николаевич Смотрел Не отрываясь Все отрывки И я себе Тогда позволил То что вообще Позволять никогда Нельзя Но по молодости По глупости Просто У меня был Отрывок Белова Привычное дело Иван Африканович Старик И я так Захотел показать А я даже Худруку не показывал Еще этот отрывок Как можно На показ выносить Вот А я сам Это отрепетировал Полностью Такая самостоятельная Работа И когда Уже Значит Я свое Отыграл А потом Еще оставались Там несколько Отрывков До конца И я подсел Во время перерыва Перестановки К Юрию Васильевичу Катину Ярцеву А рядом Сидел Олег Николаевич И я как бы Конечно К Юрию Васильевичу Но обращался Конечно К Ефремову Вот Я попросил Юрия Васильевич Вот я там Приготовил Это Посмотрел Такие Сделал Огром У него и так Большущие глаза Посмотрел Ну Но видимо В этом Было Такое Желание Я-то Не знаю Ну Ну И доброта Юрия Васильевича Вот он Повернулся К Олегу Николаевичу Разрешим Да Да Олег Николаевич По первому Отрывку Уже Там Как бы Видимо Все-таки Интерес Проявил И поэтому Разрешил Разрешил И я сыграл Это И там Стоял хохот От этого Ивана Африкановича Поддатенького Пьяненького Вот И Значит Два театра Мне сказано было Что через Две недели Нужно еще раз Прийти Вот И Сделать Другой Там Попросили Конкретную Работу И Я Буквально Через день Показался В Центральном Детском театре Там Был Кузьмин Замечательный Из красного Факела Недавно Перешедший В Москву И уже Поставивший Интересные Работы Здесь И Воронов Сидел Как они Слушали Тоже Ну просто Старики Так называемые Причем Иван Меньшин Господи Ну какой-то Студент Там Да 76 Год Какой-то Студент Что-то Там Показал И когда Уже Незадолго До ухода Из этой Жизни Мы что-то Заговорили Я помню Помню Твою работу Да Хорошо Хорошо Знаешь Этот старик У тебя Я хохотал Хохотал А хохотал Замечательно Чтобы не мешать Михаил Трофимович Андросов Такой Хороший Отрывок Молодой человек По-моему Наш Наш Вот И Меня буквально Тут же После показа Лёлина Зав Труппой Значит Она Зав Репертуальной Частью Зав Труппой Она Сказала Юра Вы завтра Позвоните Я думаю Что у вас Будет Все хорошо И вот То как Это было В какой Степени Расположение Ко мне Что я Сказал Нет Я не буду Уже ничего Не ждать И Олег Николаевич Мхат Хорошо Но Мне здесь А тем более Я уже Посмотрел К этому Времени Многие Спектакли И Это было Золотое Время Удивительное Сейчас у нас Театр на подъеме Один из трех По Мнению Критиков Один из трех В Москве Лучших Театров Самое удивительное Вы до сих пор В этом театре Да И вся жизнь Вся жизнь Российский Молодежный Театр Бывший Центральный Детский Теперь Российский Академический Молодежный Театр РАМТ Теперь Уже Вся Москва Знает РАМТ Потому что После переименования Часто говорят Куда ты идешь В РАМТ Это что А Бывший Центральный Детский Нет Теперь уже Центральный Детский Сам В себе Да Это Наше Замечательное Прошлое Но сейчас Это РАМТ Который Знают все И Постановки Великолепные Алексей Владимирович Бородин Он конечно Вы знаете Есть какое-то Удивительное Качество У него Откуда он Это чувствует Вот ему просто Я же говорю Алексей Владимирович У вас там В этой канцелярии Свои Кто-то же должен был Шифнуть В Сентябре Тринадцатого Года Взять К постановке Значит Спектакль О нацизме Нюрнберг Нюрнбергский Процесс Пьеса На основе Сценария Был замечательный Фильм Американский Действительно Очень там Трейси Потрясающе Играет Судив Значит Вот В этом Тринадцатом Году О нацизме О фашизме Алексей Владимирович Ну кому это Будет сейчас Интересно Тем более Это все В зале Но вы Придите На спектакль Во-первых Ни в каком Ну в зале Никакого зала А вот Но при этом Зал есть Но есть и другие Места Действия И как это талантливо Как это С какой фантазией Грандиозной Сделано У меня Мои друзья Ну как бы Моего возраста Да близкие По возрасту Те кто сходил На этот спектакль Под огромным Впечатлением До сих пор Хотя уже Что называется Шли годы Просто Настолько Мощное Сильное Впечатление Оставляет Этот спектакль А Трехчастевый Спектакль Да Который Сейчас Ну что вы Это Вы знаете Ну Потрясающе Это Когда у вас В течение дня Вы с 12 До 10 вечера С 12 дня До 10 вечера Весь день в театре И 3 спектакля По 3 часа И зритель Не уходит Никто И в конце В 10 вечера Стоя Нам аплодирует Ну это Очень дорогого стоит Это Это действительно Говорит о том Что наш Театр На очень Высоком уровне Сейчас На высочайшем На подъеме И нам Что называется Подвластно все Вот так же Как я вчера сказал В Гончаровском театре Что ребята Вы можете все Это действительно так Потому что По Вчерашнему спектаклю По чайке Это видно Это видно В какой Форме Только Задай форму Объясни что Прорепетируй Разомни материал Что Зачем И куда И они это сделают Не сомневаюсь Так же и вот В нашем театре К сожалению Ну не так много Не так много На таком Высочайшем уровне Театров Да Могут Многое Но не все Все равно Что-то лучше Что-то хуже Ну конечно Мы тоже Не идеалы У нас есть Свои какие-то Менее Сильные вещи Но можем все Вот можем все Юра Грымов Юрий Вячеславович Поставил У нас Совершенно тоже Необычная форма Цветы Джернона Один из сильнейших Театров Спектаклей Города Москвы Вот в ряду Того Что я уже У Алексея Владимировича Упомянул И этот Совершенно Необычный Почему? Потому что Актеры Подготовлены В этом театре Худруком Режиссурой К тому Что Они Все Умеют Вот Талантливые Да Хорошо Но когда мы Уже Готовы К любым Проявлениям К любым Задачам И поэтому Здесь Совершенно Необычная Форма Первый акт И второй акт Совершенно Разные Декорации Все это Меняется Огромные Это уже Как в Чайке Здесь Вот это Полотно Да Фактически Герой Такой Присутствует Дополнительный На сцене Так у нас Там Ну это надо Увидеть Там Такие Огромные Надувные Кондолы Так Назвать Сложно Что же Это такое Вот Но это Все на образ Все на суть Действует И работает И Во многом Спектакль Такой Удачный Именно Потому что Режиссер Со своей Фантазией И видением Столкнулся С нашими Актерами И вот В плавильне Этой И родилось То Необычное Хорошее Явление Театра Цветы Далай Жернона Очень Трогательная История Тут Еще Сопало Что У нас Появился Молодой Актер Выпускник Щепинского Училища Ученик Нашей Актрисы Которая Там Долгие Долгие Годы Работает Преподает Уникальный Педагог Как Она Она Просто Умирает В своих Студентах Она Столько В них Вкладывает Что Мне Очень Жаль Что Не все Студенты Достойно Помнят Это Это Нужно Помнить Юрий Герасимович У вас Огромный Опыт В кино Есть Вы можете Я уж не буду Перечислять Фильмы А вот Вы Можете Выделить Какой-то Вот Фильм Который Запал Вам Душка Вот Те съемки Ну Во-первых Поговорим Брат Двухсерийная Катина Челюкин Юрий Степанович Удивительный Тоже Человек Но это Вот О нем Тоже Можно Долго Рассказывать Это Он Внешне И даже Какая-то Молва Ходила Что Это Возможно Какой-то Там Сын Остангова Потому Что Вот Его Нос Горбинка Вот Человек Фантастический Просто Такой Бурлящий Вот Если Цицей Львовна Женщина Такая Тайфун Немыслимая То Юрий Степанович Был такой же На съемочной площадке В качестве режиссера Бедный Начинали съемки У него болели колени У него там Артроз Он не выходил Из машины Но Как только Въезжала Машина Она Прям На съемочную Площадку Въезжала Съемки Были Под Минском Натурная Площадка Смолевичи Которые Так За глаза Называют Смолевуд Вот Значит Вот на этой Натурной площадке Там все Есть И перелески Леса Взгорки Речки Мостики Деревни Несколько Деревень Вот Ну Дома Стоят Все Заходишь В дверь Туда Вот Но если Обойти С обратной стороны То там Нет стены Вот Они только Внешние стены С крышами Все Вот И вот там Значит Въезжала машина И он В мегафон Руководил Съемками Но как Руководил Это Все бурлило Все просто Носилось Металось Все Тут же Оживало Девять часов Утро Юрия Степановича Еще нет Он должен Подъехать И такая Сонная Деревня Что у нас Сегодня Куры Нужны А Куры И кур Нет До момента Пока Юрий Степанович Не приедет Так Что Ну как У нас Все готово Юрий Степанович Тут какие-то Куры написаны И что Ну как А где Их взять Так Так Я понял Значит Карту У меня дайте Вот Видите Вот Ага Скализина Вот Деревня Быстренько туда Значит Так Деньги Выдать Директор И все Тут же все решалось Все Происходило И талантливо Как происходило Потому что Ну это Девчата Не поддающиеся Это его Картины Это такое Чудо Режиссуры Как он Должен Сказать честно Что все Что В картине Поговорим Брат А я там Митька Кокорин Такой Рубаха Парень Ну как Партизан Дальневосточник Все Что я там Сделал Это сделал Не я Это сделал Юрий Степанович Ну как же Вы тоже Приложили Окружающих Операторов И прочее А уж В первую очередь Конечно Актеров Однажды После обеда Замечательно Сидим Значит Пенечки Какие-то Все пообедали Там привезли Что-то поесть Вот Юрий Степанович Встает Так Он уже Быстрее всех Поелся Так Ну все Поели Хватит Все артисты И Григорьев Юрий Степанович А я-то кто Все артисты И Григорьев Пошли на съемочную площадку Вот И вот он Великолепно Совершенно С ним было Работать Снимали Тут еще Лошади Скакать пришлось А я до этого Только на картинках И по телевизору Лошадь видел А тут нужно было Быть боевым И это Ну вот здесь Я могу Как бы с гордостью Сказать Что это я точно Сделал хорошо Потому что я освоил Лошадь И я на ней И так ездил И так ездил Под брюхом ездил Все что нужно было делать Вот И Однажды Там Да Я делал сам трюк Обрыв У меня Значит Нужно было Как бы Сделать вид Что в меня попало Пуля Якобы упасть С седла Но повиснуть На седле А для этого Есть там такая Скошовка Которая соединяет Сремена И ты Ногой держишься За стрель И поэтому Не скатываешься А скошовка Оказалась старая Соронятина Подсохла И она оборвалась И я реально Висел уже На вот этой ноге Как я там Удержался А конь летел На колодец Вот И меня Должно было Об этот колодец Славно Приложить Вот Но конь Молодец Спас меня Остановился Ковкопанный Конь Кузя у меня Там Родились какие-то Эпизоды Мы Яду Как-то Погоня такая Я подлетаю По склону Песчаному По песку Знаете Как туда лазить Неудобно Оно все осыпается И вот я Значит Спрыгиваю Лезу туда Лезу Лезу Он Не могу понять Его останови Он-то куда Я лезу Кто еще Я же и лезу Я лезу туда Быстро стараюсь Все осыпается Осыпается Юра его останови Я оборачиваюсь Ну и здесь Морда Кузи Я полез Хозяин полез Он туда Вот Вот И вот эта Морда здесь И я От неожиданности Говорю Стой здесь И полез дальше Он так и стоял здесь Так и ждал меня Вот Столько всего Хорошего Интересного Спасибо вам Есть возможность Вспомнить это И порадоваться Что в моей жизни Все это было Юрий Степанович Поговорим брат И женатый холостяк Ох Там замечательно Сейчас Рубрика Мне очень нравится Золотой фонд Кинематографа нашего В золотом фонде Теперь я Вот Ну не забронзовил Слава богу Вот А там Действительно Очень хорошая картина Женатый холостяк Очень добрая Светлая Кинокомедия Она и в советское Это время В 84 году Признана Лучшей комедией года Там Всякие приятные слова Вот А кстати А с поговорим Брат Нас Выдвигали на Государственную премию И Да А они дали Совершенно несправедливо Потому что Первый тур Премия За произведение Для тех И юноша Поговорим брат С нами был Шаинский И Литовские архитекторы Но выбрали нас Второй тур Да А потом Ну не хочется Это неприятная история Там кто-то пошел На прием К Брежневу Попросил И человек Который был в списке На общие Как бы Где он не проходил Его сунули На нашу премию Ну Бывает Бывает Да Бывает Бывает Это и тогда было И сейчас бывает Вот Но И вот Замечательная Очень добрая Светлая Хорошая Картина Которую с радостью Сейчас смотрят А когда ее показывали В 90-е Там просто Люди плакали От того Что Такая добрая картина На фоне всей чернухи Которая тогда была И Лариса Довиченко Замечательная Совершенно партнерша Васильева Ой господи Багадур Цуладзе Очень хорошо снималась Водил автобус До этого Тоже За рулем Никогда не сидел И по центральным улицам Города Севастополя Львовский Замечательный автобус Я водил И когда А внутри Съемочная группа Сидела И когда мы В конце Съемочного дня Подъезжали К гостинице Первым выпрыгивал Режиссер Роговой Владимир Абрамович Офицеры Это его Картина Замечательный Тоже дядька Такой Вот Первым выпрыгивал Из автобуса И говорил Фу Ну на сегодня Пронесло Вот так Пронесло Юрий Геннадий Абрамович Ну сейчас Вы Телеведущий Да Напомните канал Да да Телеканал Радость моя Сейчас на спасе Можно видеть На кнопке Что называется По спутнику Можно и так смотреть Телеканал Радость моя Замечательный Очень хороший Телеканал Но к сожалению Человек который Это финансировал А у него Был принцип Чтобы он На этом Не зарабатывал Ни рубля Он это только Финансировал Это на его Бюджете Что называется Было Но к сожалению И завод И шахты В Донецке И вот Все когда началось То там Возникли Большие проблемы И слава богу Что он находит До сих пор Средства Чтобы эфиры Продолжались То есть За 10 лет С 3 по 13 год Все что снято было Из этого архива Меняют Местами Чуть-чуть Там буквально Какие-то Вставочки Дописывают Просто на Съемки К сожалению Просто нет средств Хотя честно говоря Ну просто Уникальный Уникальный Телеканал Где вся продукция То есть Все программы Которые там были Они были созданы Нашими авторами Оно Сто процентно Как говорят На западных Этих Терминах Это Контент Полностью Сто процентно Наш Родной А таких Телеканалов Больше нет Больше нет И детских Нет Одно дело Когда мы с вами Нашим детям Рассказываем Правда Зная И сами Что называется Составляя Менталитет Наш Родной Единый Вот В масштабах Всей страны И совсем другое Когда нам Что-то показывают Из менталитета Не нашего Чужого Оно чужое было Оно чужим Останется Я так надеюсь Что мы Особенно сейчас Это духоподъемное время Когда В общем Как я вчера вспомнил Это Это очень точно По-моему Как же Ванец Сказал О том Что нам нужно Всем взорваться На одно имение И тогда у нас Все будет хорошо Тогда мы объединимся Все преодолеем Неважно Какое Что Что там против нас Да какой-то Вот Вот бы Как нам Довелось опять Подорваться На одно имение И все хорошо И весь народ Сразу вдруг Ощутил себя народом Что такое Против нас Кто Зачем С какой стати Да вы что Оно пошло Вот Так что Духоподобное Подъемное Время У нас Сейчас И Слава Богу Что Есть у нас Много Сейчас И Отечественного Кино Такое Же Душеполезное И Духоподъемное Такие Русские Простые Понятные Слова Это здорово Это здорово Потому что Наконец-то У людей Возникла Опять Гордость За страну И Это Дорогого Стоит Давайте На этой Ноте Мы Закончим Высокой Минуте И Встретимся Уже В театре Хорошо С радостью Спасибо большое Что приехали Очень рада Спасибо вам До свидания